Это 7 дней в регионе. С вами Алексей Шамиакин. Доброе утро. По традиции мы работаем в прямом эфире. Телефон в нашей студии 639717. Ждем ваших звонков и рады будем пообщаться. Ну а пока вот о чем расскажут сегодня мои коллеги. Впереди России всей. Котлас обогнал все регионы страны по количеству обанкротившихся физических лиц. Банкротство еще не означает автоматического списания долгов. Что значит стать банкротом и какие последствия этой процедуры? Ждем комментариев в студии юриста Евгения Митина. Как жить в новых реалиях в условиях сокращения областного и городского бюджетов? Каким будет 2017 год? Годом выживания или переосмысления? Уровни заработной платы будут сохранены на уровне 2016 года. А что с льготами? Будут ли они сохранены? И где придется затянуть пояса? Ожидаем в студии заместителя председателя правительства области Екатерину Прокопьеву. Их работа другим пример. Как не впасть в отчаяние, рассчитывать на свои силы и строить бизнес в условиях кризиса? Я считаю, что идеальный бизнес тот, в котором нет вообще вложений. Расскажем о предпринимателях, которые буквально из подручного материала сделали доходный бизнес. Как не попасть на крючок финансовых воротил, которые так заманчиво предлагают нам с вами погрязнуть в кредитах? Уже через несколько минут в нашей программе советы от экономиста и юриста Светланы Журы. Кроме того, в программе новости из городов и районов Архангельской области, а также ваше мнение по поводу грядущих финансовых изменений. Я напоминаю, мы в прямом эфире. Телефон 639717. Звоните нам, пообщаемся. Эта неделя была насыщена на события. О многих из них мы обязательно расскажем сегодня. Несомненно, одно из главных, как бы скучно это ни оказалось, это прошедшие в Архангельской сессии депутатов областного парламента и городской думы. В чем важность, спросите вы. И я вам отвечу. В первом чтении были приняты бюджеты соответственно области и областного центра. То есть это те самые документы, по которым мы будем жить в следующем году. Мы поговорим об этом чуть позже, а пока давайте посмотрим, чем жил регион на этой неделе. С 5 декабря из Кирова можно будет улететь в Архангельск. Авиакомпания Оренбуржья открывает новое направление. Рейсы будут выполняться на воздушных судах L410 по понедельникам. Время в пути 3 часа. Стоимость одного места в самолете чуть более 6 тысяч. В Ненецком округе возникли проблемы со строительством школы в поселке Индиго. Оказалось, что в проекте, по которому шло возведение до сегодняшнего дня, не предусмотрены пожарные резервуары, септики, лифтовые шахты, а также котельная стоимостью 10 миллионов рублей. По изысканиям указано, что здесь просто почва. Когда приступили к строительству, на самом деле здесь скальная порода. И есть очень много вопросов к проектировщику. В Новодвинске продолжают борьбу с тлеющим мусором на полигоне твердобытовых отходов. Новодвинская свалка горит уже много лет. Последнее время новодвинцы чувствуют запах гари. Дым идет сегодня на город, и в ближайшие дни, к сожалению, изменение направления ветра не предвидится. Сегодня мы предпринимаем все возможные методы. Приглашены уже люди из пожарной, МЧС, лесная пожарная охрана. Но работает наша техника, которая в Новодвинске есть. К сожалению, она пока не справляется со своими. Будем сейчас искать дополнительную технику. Нужны более серьезные гусеничные бульдозеры, большие экскаваторы для того, чтобы окопать территорию и продолжать тушение. Бытовые отходы тлеют подобно торфянику не только на поверхности, но и на глубине. Это происходит от того, что нарушены технологии укладки мусора. Для тушения свалки задействованы силы городской пожарной части и пожарно-химической станции. Они предложили применить особую технологию. Мы использовали твердый смачиватель «Ливень-ТС», который используется в основном для тушения открытого пламени, который создает эффект пленки на горючих остатках. В Северодвинске менее чем за год построена и сдана социальная новостройка на перекрестке улиц Ломоносова и Профсоюзной. Следующими станут дома на перекрестке Ломоносова Полярная и Лесная Пионерская. Новостройки завершают третий этап программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Жильцам сейчас будет уже предоставляться, подписываться на говронаймы, предоставляться ключи, они будут уже заезжать. Дом полностью, все сделано, чистовая отделка, то есть им только заехать и расставить мебель. Еще пять домов сдадут осенью следующего года. Таким образом, уже через год оставшиеся жильцы аварийных деревяшек обретут новое жилье. Теперь перенесемся в южную столицу Архангельской области. Это город Котлас. Городок, расположенный вдалеке от крупных центров, неожиданно для всех и себя в частности стал российской столицей банкротств физических лиц. По данным газеты «Коммерсант» в Котласе хотят подать на индивидуальное банкротство, только вдумайтесь в цифру 15 тысяч человек. Согласно опроса, именно столько каталашан признали, что жить от зарплаты до зарплаты у них не получается. Приходится занимать. Еще 19% горожан сказали, что все деньги уходят на повседневные расходы, и только 4% каталашан ни в чем себе не отказывают. Тему продолжит Ирина Ившина. Каждый четвертый житель Котласа готов объявить себя банкротом. По словам местных жителей, в южной столице региона не привыкли отказывать себе в дорогих автомобилях, шубах и брендовой одежде. Если на недешевые игрушки денег не хватало, выручали в банке. До недавнего времени в Котласе работали 14 крупных банков и около 50 микрофинансовых организаций. Здесь потеря работы, потеря части доходов, обман. Мошенничество со всех сторон, начиная со стороны микрофинансовых банков. То есть людей завлекает агитация, это ненормально. Людей просто запутывают. Специалисты не устают повторять. Процедура банкротства не позволит списать старые долги и с чистого листа начать делать новые. В первую очередь банкротство физических лиц призвано отстаивать интересы кредитора. Арбитражным судом может быть вынесено решение о реализации имущества должника без освобождения от долгов. И такие случаи в Архангельской области есть. Законом предусмотрены серьезные последствия для граждан, которые объявили себя банкротом. Прежде всего, это невозможность брать кредиты и невозможность участвовать в управлении каким-либо образом в организации на протяжении многих лет. Банкротство еще не означает автоматического списания долгов. Суды могут обязать граждан выплачивать их и после процедуры, если банкротство является целенаправленным. И такие прецеденты у нас уже есть. В производстве арбитражного суда Архангельской области сейчас находится 218 дел о банкротстве. В рамках 95 дел введена процедура реструктуризации задолженности. В 51 случае имущество должника будет распродано, а вырученные средства получат кредиторы. Лидер по количеству заявлений о банкротстве – Котлас. На втором месте – жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. В настоящее время в производстве суда находится, например, дело в отношении гражданина, зарегистрированного в городе Северодвинске, сумма задолженности которого перед Сбербанком города Москвы составляет более 1 миллиона долларов. Если мы будем говорить о средней такой статистической сумме задолженности граждан, то она составляет порядка миллион-полтора миллиона рублей. И еще один важный момент – процедура банкротства не бесплатна. Гражданин обязан предоставить суду письменные гарантии оплаты вознаграждения конкурсного управляющего, того человека, который будет продавать имущество должника с торгов. Стоит заметить, средняя зарплата арбитражного управляющего по Архангельску – 30 тысяч рублей в месяц. Ирина Ившина, Артемий Заварзин, Виктор Коноплев, 7 дней в регионе. – Именно на тех, кто активно пользуется услугами банков и микрофинансовых организаций, был нацелен закон о банкротстве физических лиц, который вступил в силу с 1 октября 2015 года. Так что же это за процедура, такая банкротство физического лица и к чему она может привести? Поговорим об этом с адвокатом Евгением Митиным, который у нас в студии. Евгений Сергеевич, доброе утро. – Доброе утро. – Подскажите мне, для чего была вот такая придумана процедура банкротства физических лиц? – Ну вообще для того, чтобы собрать воедино с одной стороны всех кредиторов физического лица и с другой стороны само это физическое лицо вместе со всем его имуществом, которое у него есть, ну или недавно было. И, соответственно, справедливо перераспределить вот эту имущественную денежную массу между кредиторами, после чего, да, объявить гражданина свободным от исполнения тех обязательств, которые оказались неисполненными. – Это вот действительно все так, как есть на самом деле? Или существуют какие-то подводные камни, прежде всего, для человека, который объявляет банкрот? – Разумеется, есть много нюансов, которые заключаются в том, что суд, например, может и не признать гражданина банкротом, если придет к выводу, что его имущественное положение достаточно для удовлетворения требований. Во-вторых, в ходе процедуры банкротства в обязательном порядке проверяется, а нет ли признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. И если такие признаки усматриваются, то все может закончиться возбуждением уголовного дела. – То есть все зависит от судей, в принципе? – Ну, и от судей, и самое главное, от обстоятельств дела. От обстоятельств, в связи с которыми гражданин не смог продолжать исполнять свои обязательства. – Евгений Сергеевич, мы в прямом эфире, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. – Да. Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня такой вопрос. Сейчас много листовок разных расклеено на остановках, на автобусах даже, что могут помочь в банкротстве. Скажите, пожалуйста, как реагировать на такую рекламу, можно ли ей доверять, и насколько она законна? Спасибо. – Ну да, я сам тоже наблюдал такую рекламу неоднократно. – Везде, повсеместно. – Да. Что я могу сказать? В принципе, в услугах по сопровождению банкротства нет ничего незаконного, ничего противоправного. Это абсолютно легальная услуга. Единственное, что нужно всегда понимать, это что конкретно вам предлагают, что вам обещают сделать за ваши деньги. То есть, если вам обещают просто подготовить заявление о признании вас банкротом с приложением необходимого перечня документов, это тоже достаточно объемный труд, это одно. Но дело в том, что в ходе рассмотрения дела о банкротстве может возникнуть множество вопросов, связанных, например, со спариванием сделок должника. И вот будет ли фирма оказывать вам услуги по юридическому сопровождению уже в суде? Вот все эти моменты нужно выяснять уже при заключении договора. То есть, что называется, на берегу заранее. Да. То есть, нужно четко понимать, что конкретно вам обещают сделать. А вот эта вот агрессивная реклама, да, продолжая этот вопрос, который, ну, она буквально ведь везде, на самом деле, на автобусах, остановках, столбах, везде, она законна? Ну, что касается размещения рекламы, то есть, я, есть понятие содержания рекламы, есть понятие размещения рекламы. Содержание рекламы, оно, как я уже сказал, в принципе, законно. Единственное, что вам никак не могут обещать, это стопроцентного, это давать стопроцентную гарантию того, что вас обязательно обанкротят. Вот это уже недостоверная реклама. А что касается нарушения правил размещения рекламы, то есть, то, что ее увешивают в ненадлежащих местах, ну, это уже немножко другой вопрос. Это уже город, что называется. Так все-таки, Евгений Сергеевич, для физического лица банкротства, это благо или нет? Это зависит от каждого конкретного физического лица. Почему? Потому что в ходе процедуры банкротства, вполне возможно, будут отменены те сделки, которые совершил гражданин. И гражданин может лишиться того имущества, которое ему дорого. Евгений Сергеевич, мы продолжим, да, у нас есть телефонный звонок. Доброе утро. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Так вот, здравствуйте. Здравствуйте. Так я вот смотрю, я в Сбербанке. Вот центральный Сбербанк. Я вот брал кредит, я вот с ними рассчитался. Все. Я вот как его рассчитался, все тихо, спокойно, все взял, вот как его, вот и уважаю Сбербанк. Чисто натурально. А больше никому не обращайтесь. А сейчас вот пришли, я вот пенсионер. Пришли. Ну, как такое может быть, что по ЖКХ? Все переплатил. Даже за Горгаз, там, за это все. А крынок, а ват переплата, переплата. А крынок в декабре месяце, вот в ноябре месяце, так, пришло счет пять с половиной тысяч. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок, спасибо, что нас смотрите. Я думаю, что тут два, наверное, все-таки вопроса. Да, человек взял кредит, расплатился, слава богу, да, и какие-то проблемы с ЖКХ, но я думаю, что это чисто вот такая ситуация житейская, что называется, конкретного человека. Ну да, здесь, как бы, банкротство, я не совсем понимаю, отношения имеют. Что касается предъявления каких-то долгов, проведите сверху расчетов, которые, собственно, позволят выяснить, на какой стадии, когда этот долг образовался, если он вообще образовался. Потому что ошибки с той стороны, они тоже возможны. У нас еще есть один телефонный звонок. Доброе утро, говорите, пожалуйста. Доброе утро, Елена. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что понимается под фиктивным банкротством? У нас ситуация такая. Человек назанимал в городе Архангельске 35 миллионов у людей. Уголовное дело возбудить пока не можем. Она подала на банкротство. И, значит, судья принял решение о реализации имущества. Имущество все, значит, переписано на своих родственников, на дочь. Подскажите, как нам доказать, что это фиктивное банкротство, она продолжает занимать деньги по городу Архангельску? Спасибо вам большое. Спасибо, что нас смотрите. Странно, что ей еще дают эти кто-то деньги. Ну, начнем с первого вопроса. То есть, в принципе, чем фиктивное банкротство отличается от преднамеренного? При преднамеренном банкротстве, в данном случае, гражданин искусственно доводит себя до такого состояния. Но это состояние, оно реальное. Когда он уже не может, да? Да. Фиктивное банкротство, это когда происходит вот то, о чем было сказано. Когда прячется имущество, выводится. То есть, когда фактически человек располагает на самом деле имуществом. Но вот преподносит ситуацию всем так, что вот я банкрот, с меня взять нечего, извините, пожалуйста. Что я не работаю, я живу там. Вот это фиктивное банкротство. Ну, по вопросу доказывания, здесь, конечно, нужно смотреть материалы дела. Поэтому тут комментировать какое-то конкретное судебное дело, я не видя материалов, просто не имею права. Ну, то есть, это самое, нужно поразбираться, да? Да, здесь нужно более плотно общаться и контактировать с финансовым управляющим, чтобы вот он оспаривал эти сделки по отчуждению имущества, как было сказано, на родственников и так далее. Понятно. Евгений Сергеевич, вот если говорить кратко, человека обанкротили, на самом деле начинается жизнь с чистого листа или какие-то последствия еще есть? Там, например, нельзя за границу будет ездить, еще что-то и так далее. Ну, последствия определенные, разумеется, предусмотрены. То есть, во-первых, часть последствий наступает еще в ходе рассмотрения дела судом. Это вот как раз то, о чем вы сказали, это возможный запрет на выезд за границу, это невозможность совершать лично какие-либо сделки по отчуждению имущества, невозможность самому получать деньги, если, предположим, вам должны, денег. Это все производится уже через финансового управляющего. Также в ходе банкротства человек не может сам открывать счета в банках и получать на них какие-то деньги. То есть, никаких финансовых операций? По сути дела, да. Ну, разумеется, не говоря там о мелких бытовых операциях. По завершению процедуры банкротства, это пятилетний, так называемый, мораторий на получение кредитов и займов без указания на факт своего банкротства. То есть, прямого запрета нет, получать такие займы и кредиты. Но человек при заключении соответствующих договоров должен указывать на этот факт. Ссылочку обязательно. Да. Что, понятное дело, на практике сведет вероятность получения этого займа, но к минимуму. Кроме того, в течение пяти лет человек не может подать заявление о своем банкротстве сам. И три года он не может занимать какие-либо должности в органах управления юридического лица и каким-либо иным образом участвовать в деятельности юридических лиц. То есть, последствия, скажем так, есть, и они довольно-таки серьезные. Да. То есть, прежде чем человеку подать на банкротство, лучше тщательно все зависеть. Подумать, взвесить, проанализировать и, возможно, изыскать все-таки недостающие денежные средства. И расплатиться. Да. Евгений Сергеевич, благодарю вас, что вы нашли время рано утром сегодня прийти к нам в прямой эфир. Спасибо. Всего доброго. Адвокат Евгений Митин был сегодня у нас в гостях. Я напоминаю, 639717 – это номер телефона нашей студии. Спасибо, кто звонит. Вы можете запросто дозвониться к нам, высказать свое мнение по той или иной проблеме. Поверьте, ваши мнения нам очень важны. Мы продолжаем разбираться в финансовых составляющих дальше. И теперь к теме, о которой я уже говорил выше. Как будем жить в году следующем? Что с бюджетом? Все аналитики и эксперты говорят в один голос. Будет непростым этот год. Главный финансовый документ принимается сложно, обсуждается и считается буквально каждая копейка. Бюджет в первом чтении принимали депутаты областного парламента. Мой коллега Алексей Карельский знает, как это было. Смотрим. Первый вопрос, который вызвал на сессии бурную дискуссию, касался не бюджета, а скорее его дефицита. Прокуратура выразила протест на 19-ю статью областного закона о госслужбе. Синие мундиры предложили отменить доплаты к пенсиям чиновников за выслугу лет. Народные избранники оставили протест без удовлетворения. У нас будет крайне затруднительное положение с комплектованием органов исполнительной власти. Начиная с муниципального уровня, с поселенческого уровня, заканчивая сегодня областными структурами. Сейчас ведь нет очереди на занятие вакантной должности в правительстве Архангельской области. В мэрии городов Архангельска, Северодвинска, других уровень заработной платы оставляет желать лучшего, и он не повышался более пяти лет. Так недопустимо. Чиновников, как бы мы ни ругали, мы нуждаемся в их услугах. К слову, нуждающихся. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о социальной поддержке семей, воспитывающих детей. Он свел воедино сотню документов вместе со всеми льготами и видами помощи. С одной стороны, введен критерий нуждаемости. Чтобы семья могла претендовать на ряд льгот и выплат, ее доход не должен превышать полтора прожиточных минимума на человека. С другой, объем соцподдержки стал больше. Помимо прочего, продлено и действие регионального материнского капитала до 2018 года. Отиндексировали ежемесячные денежные выплаты на дрова, сделали по аналогии с ветеранским законом, увеличили их на 42%. И второе, обеспечили возможность сохранения коммунальных льгот для многодетных семей, там, где ребенок старший достиг 18-летнего возраста, но продолжает обучение в общей образовательной организации. Воплощение этого закона в жизнь в 2017 году обойдется области в полтора миллиарда рублей. На реализацию всего комплекса мер социальной поддержки жителей региона пойдет более 9 миллиардов, то есть на 7% больше, чем в уходящем году. Теперь о том, где деньги брать. Разумеется, в бюджете. Год грядущий нам готовят доходы в размере 59,2 миллиарда рублей, а расходы в 61,7 миллиардов. Налицо дефицит в 2,5 миллиарда. Однако руководство области планирует его покрыть. Причем не как раньше, коммерческими или бюджетными кредитами, а сугубо за счет продажи госимущества. Например, акции агрофирмы «Вельская», УАО «Архангельскоблгаз», трех типографий и такого же количества дорожных ремонтно-строительных управлений. Теперь надо искать инвесторов. Пока же приходится урезать многие программы. Лидеры по секвестрам, это и жилищно-коммунальное хозяйство, и окружающая среда, и сельское хозяйство. Не сумели мы отстоять, депутаты областного собрания, это самую главную больную тему, точка роста, то, что было являлось развитием, вкладом в будущее. Это программа города Архангельска. Мы говорили о программе 3 миллиардов рублей. К сожалению, эта программа не нашла свое отражение в бюджете на 2017 год. Область вынуждена переходить на режим жесткой экономии, чтобы исполнить все социальные обязательства. Две трети расходов бюджета пойдут на образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальную политику. Уровни заработной платы будут сохранены на уровне 2016 года. Все, что касается выполнения указов президента, мы также планируем. Поэтому, коллеги, это бюджет социальный. Есть, конечно, и бюджет развития, не так много, как хотелось бы, но мы планируем те вещи, которые связаны с развитием опорной сети дорог, планируем те объекты, которые мы начали реализовывать в рамках нашей областной инвестиционной программы. Поэтому мы и от элементов развития отказываться ни в коем случае не собираемся. От ряда статей расходов отказаться, похоже, все-таки придется. Очень заметно просело финансирование территориально-общественного самоуправления, некоммерческого сектора, некоммерческих общественных организаций. А ведь это гордость Архангельской области. И сегодня вообще развитие системы некоммерческого сектора, об этом говорил и президент в своем послании, и вообще это очень, на самом деле, экономически выгодно для региона. На волне областного финансирования система территориального общественного самоуправления действительно неплохо развивалась, особенно в глубинке. В одном только Красноборском районе сегодня действует 26 ТОСов. Один из них, ТОС Шоломя, уже 11 лет занимается восстановлением храмов, благоустройством территории, установкой обелисков и памятных знаков павшим героям Великой Отечественной войны. Продолжение этой работы теперь под вопросом. Насколько я знаю, доведены лимиты по сокращению буквально в 4 раза финансирования территориального общественного самоуправления из областного бюджета. Если у нас было позапрошлым году 560 тысяч, в прошлом году 460, в этом году только 115. Если добавим мы еще свои тысяч 50, может быть, если получится из бюджета, то где-то, представляете, 150 тысяч на 26 ТОСов, то есть по 5-6 тысяч на каждое общественное самоуправление. Если, по сути, практически ничего сделать нельзя, так как куламет пиломатериалов уже стоит 6 тысяч рублей, ну что можно построить на эти деньги? Отчаиваться пока рано. Во-первых, состоялось только первое чтение бюджета. В ближайшую неделю депутаты будут работать над поправками к законопроекту. Во-вторых, пока точно неизвестно, какой объем финансовой помощи поступит из федеральной казны. От него во многом зависит, будут ли народные избранники перераспределять средства между статьями. Глядишь, и добавят где-нибудь. Второе чтение определяющего для региона документа состоится 21 декабря. Алексей Карельский, Артем Юдин. 7 дней в регионе. Заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева сегодня у нас в гостях. Екатерина Владимировна, доброе утро. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, уважаемые зрители. Это еще раз говорит, что мы в прямом эфире. Итак, давайте начнем, наверное, с главного вопроса, вернее, с одного из главных. Не будем кривить душой, да? Вот на что не хватит в следующем году? Вы знаете, мы постарались сделать так, чтобы на все социальные обязательства у нас хватило денежных средств. Но, конечно, в меньшей степени, чем хотелось, чем готовы это расходы на инвестиционные составляющие. Если говорить, сравнить, кратко, опять же, два бюджета, бюджет 2016 года и бюджет 2017, ну, понятно, будут носиться еще какие-то коррективы, второе чтение через месяц. В чем главное отличие? Вы знаете, сначала о схожести. Я еще раз. Практически две трети бюджета, 70%, это как в текущем году, так и в предстоящем году, это расходы на социальные обязательства. Мы завершили ряд строительных объектов в сфере образования, здравоохранения. Мы готовы начинать еще больше строительства в этих же сферах. Мы готовы заниматься вопросами реконструкции объектов культурного наследия. Но для этого нам пока не хватает мощностей за счет собственного бюджета. Но мы, что называется, руки не опускаем. Сейчас идет очень предметная работа с федерацией для того, чтобы запустить ряд проектов вместе с федеральным бюджетом. И я думаю, что вы правильно сказали, между первым и вторым чтением и в ходе исполнения бюджета будут внесены еще коррективы, которые позволят нам реализовать планы. Екатерина Владимировна, мы в прямом эфире, у нас есть телефонный звонок. Доброе утро, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я работаю учителем. Так много говорят сейчас о сложностях бюджета. Я хотела бы узнать, каким образом эти сложности коснутся именно учителей. Спасибо. Наверное, речь идет прежде всего, что учителя боятся, будет ли сокращение заработной платы или нет. Я думаю, что этот вопрос касается не только учителей, любых специалистов, работающих в социальной сфере. Уже было не рассказано, я еще раз подтверждаю, что все расходы, которые предусмотрены для исполнения указов президента по заработным платам специалистов, абсолютно все предусмотрено. Никаких потрясений, в том числе отрицательных, не ожидается и быть не может. Мы этого себе позволить никогда не позволим. Поэтому волноваться особо нет причин. Более того, я хочу сказать, что бюджет в области образования более 17 миллиардов. И непосредственно на субвенции общеобразовательных программ для муниципалитетов он даже увеличен по сравнению с текущим годом. Очень много в связи с этим поступает вопросов. Я знаю даже, что пишут на сайт правительства Архангельской области, что учителя говорят о том, что зарплата снижается. Это зависит от школы, которая перераспределяет, может перераспределять какие-то средства внутри образовательного учреждения. Здесь очень много факторов. Вы правильно говорите. У нас всегда организована прямая связь со всеми муниципалитетами. Регион непосредственно направляется в венцию в муниципальное образование. Право перераспределения между образовательными организациями существует у самого муниципалитета. Более того, и образовательная организация имеет ряд полномочий по подходам к расходованию тех средств, которые им определены. Безусловно, должны выполняться те нормы, которые закреплены в законодательстве. Я имею в виду вопросы обеспечения учебников, вопросы заработной платы, вопросы социальных гарантий. Оставшиеся средства на усмотрение образовательной организации распределяются на улучшение материально-технической базы. Если бывают какие-то нарушения, мы незамедлительно получаем информацию прежде всего от самих участников образовательного процесса. Это могут быть и учителя, и родители, порой даже ученики обращаются на эту тему. Мы стараемся объективно рассмотреть, и если, к сожалению, есть такие случаи, когда мы выявляем злоупотребление какими-то выданными полномочиями, вносим рекомендации, чтобы такого не делалось. Уменьшение заработной платы может происходить в связи с изменением нагрузки, но нас пока радуют цифры по численности учащихся, поэтому пока детей в школах больше год от года. И не просто достаточно, а их больше по сравнению с предыдущим периодом. Вот у нас есть телефонный звонок, я предлагаю его еще послушать. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут Мария Николаевна. Подскажите, пожалуйста, будут ли сохранены льготы на сфере ЖТХ? И второй вопрос. Я живу в Геременном Думе. Будут ли сохранены льготы на Голова? Спасибо. Спасибо за вопрос. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что речь идет вообще об общимый вопрос, да, как бы продолжим. Речь идет, наверное, о категории пенсионеров, я думаю. Я бы вот с удовольствием ответила и пояснила, что прежде всего мы в текущем году нашли возможности для увеличения компенсации в денежном выражении в тех случаях, когда люди живут с печным отоплением. Это произошло в текущем году. Эти же параметры предусмотрены и в семнадцатом году. Мы не смогли в текущем периоде увеличить тоже расходы на дрова для семей, воспитывающих детей. А вот уже в бюджете семнадцатого года сделана ровно такая же индексация, как для ветеранов в текущем. Все льготы, в том числе все меры социальной поддержки, в том числе и по линии жилищно-коммунальных услуг, сохранены в полном объеме. Более того, по категории многодетных семей эти выплаты даже увеличены. То есть, что касаемо бюджетников, что касается пенсионеров многодетных, все льготы, еще раз мы повторим, они сохранены? Они сохранены в полном объеме. И мы исходили при формировании бюджета из тех параметров. В первую очередь предусмотрели все социальные обязательства перед жителями Архангельской области. Дальше уже подходили к распределению бюджета, исходя из оставшихся возможностей. Еще Екатерина Владимировна, от себя хочу задать вопрос. В следующем году достроим перинатальный центр и театр Кукол. Да, у нас расходы в инвестиционной программе как раз предусматривают расходы на строительство перинатального центра. И мы сделаем все для того, чтобы это строительство было завершено в 2017 году. Предусмотрены денежные средства одновременно на региональном бюджете. И мы работаем, чтобы они были на федеральном предусмотрены в нужном объеме для строительства театра Кукол. Более того, открою секрет, мы сейчас очень плотно работаем с федеральным уровнем, в частности с Министерством культуры, с региональным отделением партии «Единая Россия» на предмет того, чтобы изыскать возможности для ремонта домов культуры не только больших, но и малых. Муниципальных образований, да. Так стоит ли тогда настолько плотно, тесно затягивать ремень или все-таки не так страшен черт, как его малют? Я вам скажу, что нет ничего страшного, но расслабляться совершенно не стоит. Потому что об эффективности расходов мы говорили, говорить и будем принимать все меры для того, чтобы этой эффективности достигать. Знаете, немало примеров, когда сделано в одном углу очень хорошо рядом, ну, к примеру, да, в поликлиниках мы много сейчас сделаем для того, чтобы было удобно людям обращаться за медицинской помощью, много еще предстоит сделать, но совершенно непонятно, когда хорошая регистратура, рядом заходишь в туалет, который не соответствует никаким требованиям. Поэтому эффективность, эффективность, еще раз эффективность. И никаких расслаблений. И никакой паники. Екатерина Владимировна, благодарю вас, что вы нашли время. В своем плотном графике пришли сегодня к нам в студию. Спасибо вам. Екатерина Владимировна Прокопьева, заместитель председателя правительства Архангельской области, была сегодня с утра у нас в гостях. Мы продолжаем программу. Бюджетную составляющую Архангельска обсуждали на сессии Городской думы, которая также прошла на этой неделе. Главный финансовый документ на 2017 год по устойчивой традиции будет дефицитным. Его доходная часть 7 миллиардов 423 миллиона рублей, расходная на 208 с лишним миллионов больше. Такова же и сумма дефицита, что составляет 5 процентов от собственных доходов города. Мы приняли решение о сокращении дефицита бюджета до 209 миллионов рублей. Цель, наверное, здесь одна. То есть мы пытаемся снизить на сегодняшний день затраты по обслуживанию муниципального долга. При этом бюджет города останется социальным. Около 70 процентов расходов пойдут на образование, здравоохранение, культуру. Следом идут траты на городское хозяйство 16 процентов доходной части, на все остальное чуть более 15 процентов. Средства заложены на оплату труда бюджетников в соответствии с майскими указами президента. Еще на создание дополнительных мест в детских садах и в школах. Также сохранены в полном объеме все меры соцподдержки. Впервые в бюджете города прописаны деньги на компенсацию стоимости проезда жителей города в возрасте 70 лет и старше. Что немаловажно, найдены средства и на продолжение программы развития Архангельска как административного центра до 2020 года. Депутаты приняли бюджет в первом чтении. Помимо бюджета, один из вопросов, что вызвал жаркую дискуссию, это увеличение тарифов, в частности на услуги водоканала. Сегодня из-за износа сетей архангелогородцы пьют некачественную воду, а ресурсоснабжающая организация несет большие потери, что с учетом плачевного состояния муниципального предприятия грозит банкротство. Но есть и альтернатива запустить инвест-программу для модернизации водоканала. Для этого необходимо активное соучастие жителей города. Мы всего лишь обратились к главе администрации Архангельской области, к губернатору, с предложением повысить предельный индекс по оплате коммунальных услуг, в том числе воды, на территории города Архангельска. Окончательное решение за главой региона и агентством по тарифам и ценам. Сейчас подача одного кубометра обходится горожанам в 25 рублей. По оценкам специалистов водоканала, ее адекватная стоимость 45 рублей 50 копеек. Однако хвататься за сердце рано. Городская дума всего лишь первая ступень антикризисного плана. При условии принятия всеми органами соответствующих решений, мы с вами выходим на консессионный конкурс. Соответственно, у нас появляется, ну дай бог, консессионный конкурс будет признан состоявшимся, и появится частный инвестор, который будет идти по нашим требованиям. Там в составе консессионной документации есть инвестиционная программа. Исходя из инвестиционного плана, модернизация водоканала будет идти 7 лет. Ее результаты – новые сети, система очистки, высокое качество воды, и, что немаловажно, устойчивая экономика предприятий. Примеры того, что от повышения тарифа будет лучше, есть. Например, водоканал в Санкт-Петербурге. Некогда убыточное предприятие с проблемами, подобными архангельским, сейчас не только вышло из кризиса, но и постоянно совершенствуется. Основной водоисточник Санкт-Петербурга – река Нева. До 1988 года стоки от 5-миллионного города сбрасывались практически неочищенными. Тогда и задумались, что делать. Шаг за шагом системы местного водоканала модернизировались. В 2013 году на предприятии была разработана новая схема развития водоснабжения и водоотведения, в рамках которой приняли инвест-программу до 2020 года. Ее результаты не заставили себя долго ждать. Сейчас более 98% всех городских стоков сбрасываются очищенными. Это, конечно же, реализация программы, которая была принята в городе, правительством города. Программа по прекращению сброса неочищенных срочных вод в водные объекты. Это очень была большая программа, которая практически десятилетия реализовывалась. И ключевое мероприятие, которое позволило эту цифру достичь, 98,5% очищаемых стоков, это строительство главного конвенционного коллектора. Согласно нашей инвестиционной программе, это мероприятие было реализовано. И оно, в принципе, позволило достичь некой точки отсчета уже для того, чтобы прийти уже к 100% очистке, которую у нас планируется уже где-то достичь в 2022 году. Река Нева по всем параметрам совершенно непригодный источник. Тем не менее, после проведенной модернизации очистных сооружений и сетей водоканала, вода в домах петербуржцев высокого качества, а аварии на сетях и коллекторах ушли в прошлое. А что говорить про мероприятия инвест-программы, которые касаются обеспечения качества, это, конечно же, прежде всего, внедрение технологии двухступенной водоподготовки. На сегодняшний день у нас реализован такой проект на Южной водопроводной станции в 2011 году. Он был запущен. Там внедрена у нас двухступенная система водоподготовки, которая показала, что мы обеспечиваем требуемое качество питьевой воды независимо от каких-либо изменений в качестве воды в водоисточнике. И сейчас, согласно нашей инвест-программе, у нас стоит задача внедрить такие технологии на всех водопроводных станциях города. Инвестиционная программа модернизации водоканала построена по принципу приоритетности. Особое внимание к качеству воды и проблеме водоотведения. Городские коллекторы строились 60 лет назад. При этом не было так называемых дублирующих линий. То есть возникали проблемы с ремонтом. Приходилось оставлять без воды целые городские кварталы. Сейчас ситуация в корне изменилась. По водоотведению, я могу вам сказать, это, конечно же, сброс неочищенных сточных вод, в том числе поверхностных сток, водные объекты. Это обеспечение стабильного качества очищаемых сточных вод. Это, конечно же, мероприятие по надежности и бесперебойности работ. Система водоотведения – это ремонт сетей. И, конечно же, очень дорогостоящие и мощные мероприятия по ремонту коллекторов. Немало внимания на Питерском водоканале уделено энергоэффективности. Как пилот был выбран один район города, где создали систему управления водоснабжением. Буквально за год количество повреждений на сетях сократилось почти в половину. Экономия электроэнергии выросла на 21%, а потери воды снизились на четверть. Сейчас этот опыт тиражируют на весь Санкт-Петербург. Кроме того, не так давно в городе появились новые очистные сооружения, построенные совместно со скандинавскими коллегами. Они без труда очищают 2 миллиона кубометров стоков ежедневно. Все позитивные изменения на водоканале Санкт-Петербурга стали возможными, в том числе благодаря жителям города. Вначале они также были возмущены повышением тарифа на воду, но спустя время почувствовали реальную разницу и теперь сами называют Санкт-Петербург городом чистой воды. Артемий Заварзин, Алексей Шемякин. Семь дней в регионе. 63-97-17. Телефон прямого эфира, позвонив, набрав номер которого, вы можете пообщаться с нами, рассказать, что у вас произошло за эту неделю. Ну а мы продолжаем разбираться в финансовых составляющих. Кстати, призыв грамотно расходовать деньги нашел отражение в ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Он обратился с ним на этой неделе. В «Красной линии» проходит мысль об активном вовлечении в решение финансовых проблем и активной поддержке волонтерских благотворительных движений, а также некоммерческих организаций. Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать всестороннюю помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. Со следующего года для некоммерческих организаций открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджета. Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг некоммерческие организации. Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в социальную сферу вел к повышению качества ее. Также Путин обратился ко всем чиновникам не бояться диалога с людьми. Честно и открыто с ними разговаривать, поддерживать инициативы, особенно когда речь идет о благоустройстве городов и поселков, сохранении исторического облика и создании современной среды для жизни. Именно о заходе общественных организаций в социальную сферу, да еще на профессиональной основе, говорили на этой неделе в Архангельске в рамках 6-го гражданского конгресса. Тому, как это организовать и реализовать, еще предстоит научиться, причем всем заинтересованным сторонам, органам власти, гос- и муниципальным учреждениям и самим некоммерческим организациям. Архангельская область в лидерах по активности некоммерческих организаций и объединениям, привлекаемых ими бюджетных средств. 31 проект НКО был поддержан областным правительством в этом году и получил на их реализацию 7 миллионов рублей. С 2006 года мы отмечали, что в сельских территориях некоммерческих организаций нет. И вот они наконец стали появляться. И кроме того, они не просто стали появляться, они стали объединять уже имеющиеся инициативы. Например, в Каргополе появилась ассоциация ТОСов, которая объединила и теперь является такой организацией, работающей для всего территориально-общественного самоуправления Каргополья. Кроме проектной деятельности НКО предложено заняться, например, организацией домов для престарелых, открытием частных садов и школ и получать на это бюджетные средства наряду с государственными и муниципальными учреждениями. Это, своего рода, переходный этап. То есть не отменяя одну сферу, попытаться настроить другую тему, другую систему. Поэтому до сегодняшнего момента действует и та, и мы потихоньку переходим на систему уже социальных услуг. Новые сферы применения сил общественников уже определены законодательно. Спектр очень широкий. Это действительно и помощь, скажем, людям с ограниченными возможностями, это дополнительное образование, это и профилактика в медицинской сфере. Ну, очень много. Там счет идет на десятки. Главный посыл грядущие изменения – это не отказ от господдержки НКО, а расширение их полномочий и финансовых возможностей. Минувший уикенд был увенчан шестым форумом молодых предпринимателей региона. Без малого полторы тысячи участников заявились на дискуссионные площадки, мастер-классы, встречи с ведущими экспертами. Однако поговорим мы не о форуме как таковом, а о тех самых молодых, да ранних, кто берет свою жизнь в свои же руки и с головой окунается в омут бизнеса. Дело это, как известно, рисковое, выплывают далеко не все. Что нужно, чтобы воплотить амбициозные планы в жизни, кому это с успехом удается, выяснил Алексей Карельский. Прошедший форум молодых предпринимателей вывел на аванс сцену как экспертов, так и начинающих бизнесменов. Открытием года, а заодно и победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» стал Федор Медведев. Плотник, столяр, станочник по образованию в 2015 году нашел применение с золотым рукам и бурной фантазией. Вместе со своей второй половинкой начал изготавливать, скажем так, нетипичную сувенирную продукцию. Блокноты с деревянными обложками, эко-светильники, железные кружки с необычной росписью. Даже принты на футболках и те сложно сочиненные. Воплощенные в них былины и сказания можно долго разглядывать. Летом мы появились в свет уже как мастерская, арт-мастерская. И уже поняли действительно, что людям это нравится, люди откликаются, люди покупают. Это начало приносить какой-то доход. Потом с покупкой своего собственного оборудования мы перешли на новый уровень и уже решили, что надо регистрировать, потому что уже хочется работать на объемы. Сегодня мастерская множество – динамично растущий бизнес. Хотя вырос он по сути на сарафанном радио, в том числе и через соцсети. Лишь на этой неделе ребята открыли первую точку в одном из торговых центров Архангельска. Федор уверен, что затраты на нее вскоре окупятся. Самобытность сейчас в цене. Вот эти колечки Федор изготавливает из ценных пород дерева. Материалы заказывает в Москве. Вот это, например, сделано из тика. Себестоимость такого колечка – примерно 100 рублей, а продавать планируют за 500. За вычетом налогов, аренды, зарплаты продавца чистая прибыль составит примерно 200 рублей. Минимальная же планка ежемесячной прибыли, которую обозначил для себя Федор – 250 тысяч рублей. Выходит больше. А ведь начиналось все без инвестиций извне, лишь на собственные и то небольшие сбережения. Минимум затрат, следовательно, и риск минимален. Уверен в этом и еще один молодой предприниматель Дмитрий Попов. Я считаю, что идеальный бизнес тот, в котором нет вообще вложений. Примером может служить именно мой бизнес – это маркетинговое агентство. Мы занимаемся тем, что привлекаем для текущих бизнесов клиентов. В принципе, я начинал всего лишь с того, что у меня был ноутбук и знание определенной в голове. Все клиенты находятся в контакте, находятся в поисковых системах, просматривают сайты. И мы формируем такие инструменты, которые позволяют сделать из простого сайта продающий сайт. Дмитрий, как и Федор, в бизнес пришел с тем, что ему по душе. Программист-самогучка сначала работал фрилансером. Поворот в судьбе случился, когда он попал на проект «Ты предприниматель». Считает, что преуспеть в бизнесе может каждый, в том числе и те, у кого кроме блестящих мыслей в голове больше ничего нет. У нас на программе проходит полный цикл обучения от идеи до управления компанией. Поэтому неважно, на каком этапе сейчас находится человек. Он может иметь свою бизнес-идею, может быть совершенно без идеи. Мы говорим о творческих людях. Им необходим товарищ, партнер, я считаю. Именно для творческих людей необходим человек-система, человек-продажа, который поможет этому творчеству перейти и оцифроваться в цифры, в коммерческое предложение, в бизнес-план. Еще один совет от молодого эксперта. Бизнес-идею надо протестировать. Прийти с проектом в конкретную компанию. На практике убедиться, что спрос на продукт есть. Опробовал его на потребителях и Михаил Бронский. Он, конечно, уже не попадает в категорию молодых предпринимателей, тем ценнее опыт уроженца Шенкурского района. Его именной бренд набирает популярность за пределами Архангельской области. Вот уже и по федеральному каналу показали достижения местного производителя чая. Точнее, Иван-чая. Всего месяц в году на сбор растения, особая рецептура, упаковка, расписанная вручную. Все это добавляет ценности и цены конечному продукту. Доход хороший. Но разделяет его Михаил с большим количеством помощников. Мы стараемся вовлечь как можно больше людей, потому что можно произвести продукты. Это одна из проблем на селе. Они могут сделать, но они продать не смогут. Одна из причин, потому что нет объема. А другая, потому что реклама, маркетинг, продажа – это достаточно дорогое удовольствие. И этим надо профессионально заниматься. На своем сайте Михаил так и обозначил одну из задач. Чтобы ремесло не забылось, чтобы деревня жила и зарабатывала. Объединение усилий, похоже, действительно приносит результат. Недаром же самый богатый человек в истории Джон Рокфеллер говорил. Деньги приходят через других людей. Найти их можно и на программе «Ты предприниматель». Местные институты развития помогут выйти с вашими идеями на потенциальных партнеров. Подскажут, куда обратиться за поддержкой, где получить необходимые навыки и знания. Было бы желание. Год назад оно возникло у 1200 северян. Больше сотни в итоге открыли собственное дело. Алексей Карельский, Ирина Ившина, Артем Юдин. 7 дней в регионе. Заместитель директора по научной и инновационной деятельности Высшей школы экономики и управления права Северно-Арктического федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, Светлана Жура. Сегодня у нас в студии. Светлана Егоровна, доброе утро. Доброе утро. Итак, подскажите нам, пожалуйста, мы сегодня с вами, я предлагаю подвести такой итог какой-то, всех финансовых составляющих, что сегодня у нас есть в обществе. Какова реальность ситуации, что касаемо финансовых всех дел сегодня? Хорошо, я поняла. Спасибо. В последние годы Российская Федерация действительно столкнулась с множеством проблем, которые вызваны как внешними факторами, сложившимися на мировых рынках, так и внутренними неблагоприятными условиями, сложившимися в экономике России. Это и дефицит инвестиционных ресурсов, это и сложная демографическая ситуация и прочие факторы. Но, тем не менее, мы можем наблюдать это как негативный момент, что Россия до сих пор остается и экспортером сырья, и импортером потребительских, инвестиционных товаров и услуг. И это не может не огорчать нас в данный момент. Мы знаем, что поскольку сырьевая модель, она нам не даст быстрого, устойчивого развития российской экономики. Но жители нашего региона тоже сталкиваются с последствиями данных неблагоприятных событий. И следует отметить, что хотя бы признание проблемы, это уже первый шаг к решению проблем. Правительство Российской Федерации Архангельского региона решает, понимает, во всяком случае, ситуацию, что негативная экономическая ситуация оказывает негативное воздействие на уровень жизни населения, на качество жизни населения. На самих людей. Поэтому предпринимает определенные меры для решения данных проблем. Если говорить о 2016 году, то мы можем отметить, что год, в принципе, был относительно стабильный. Макроэкономические показатели были стабильны. Можно говорить о том, что Российская Федерация сохранила золото-валютные резервы. Это как положительный фактор. Если прогнозировать ситуацию, то при определении определенных факторов роста можно говорить о том, что Россия может выйти на передовые позиции, в том числе наш регион. Применительно к нашему региону мы видим, что такой точкой роста может быть инвестиционный проект по развитию инфраструктуры арктической транспортной системы Российской Федерации. Мы думаем, что Арктика – это тот важный аспект, который Михайловская область может выйти на новый уровень развития. А если говорить о жителях и какие-то дать рекомендации, то хотелось бы отметить, что, к сожалению, у нас очень многие граждане не имеют базовых основ, связанных с финансовым планированием, с управлением, личным бюджетом. То есть знаний. Да, к сожалению, знаний не хватает. Поэтому, если можно, то несколько рекомендаций можно было бы дать. Во-первых, необходимо составлять личный или семейный финансовый план. Это позволит спрогнозировать те финансовые цели, которые будут поставлены, поможет собрать определенную денежную сумму для достижения данных целей. Вторым таким аспектом важным необходимо отметить о том, что задумываться о пенсии надо с молодого возраста. У нас очень много есть программ обязательного страхования и добровольного страхования, которые могут обеспечить более комфортные условия при выходе на пенсию. Третьим, наверное, очень важным условием является это разумное отношение к кредитам. Поскольку, ну вообще кредитования, ничего в этом плохого нет. То есть можно решить определенные проблемы с помощью кредитов, но здесь самое важное определить, чтобы это не влияло на семейный бюджет. То есть разумно управлять. Есть такой очень простой способ. Перед тем, как взять кредит, необходимо ежемесячно, до того, как вы взяли кредит, эту сумму из бюджета убирать, изымать. И посмотреть, насколько реально сможете вы платить кредит или не сможете. И тогда решение может быть и отрицательное, брать кредит или нет. Еще одним важным направлением можно отметить, это использовать те возможности, которые дает государство, хотя бы в рамках налоговых вычетов. И можно вернуть часть уплачиваемых сумм, связанных с образованием, с приобретением жилья, с расходами на образование. То есть не лениться, собрать какие-то минимум документов и прийти. Да. Элементарно. Светлана Егоровна, что касаемо, опять же, агрессивной рекламы микрофинансовых организаций, насколько понятно, что берешь чужие, отдаешь свои, я имею в виду деньги. Насколько в омут с головой, что называется, можно окунаться. Я, честно говоря, тоже несколько негативно отношусь к данным организациям, к данным структурам. Я все-таки считаю, что если хотят взять кредит, то лучше пойти в банк. Потому что все-таки и проценты меньше, и условия предоставления кредита там все-таки более жесткие. И люди не будут так попадать в такие ямы долговые, как при микрокредитовании. Но если мое мнение, я несколько негативно, честно говоря, отношусь к данной ситуации. И обязательно читать все-все-все вот эти вот сносочки и так далее, которые договорились. Обязательно, да. Эти сносочки это обязательно читать. И еще я хотела сказать, что сейчас реализуется национальная программа финансовой грамотности населения. И у нас в Министерстве Архангельской области и на базе нашего Северо-Арктического университета, Высшей школы экономики и управа, проводят различные лекции, семинарские занятия, где можно бесплатно получить ответы на многие интересующиеся вопросы, в том числе по управлению финансами, ну и прочим. И, в общем-то, всем я бы хотела пожелать в новом году крепкого-крепкого здоровья, ну и, конечно же, финансового благополучия. И, если говорить кратко, чего нам ждать в новом году? Будем ждать позитива. Будем ждать, что большинство принимаемых решений зависит от нас с вами. Поэтому давайте разумно принимать решения, обдуманно, и тогда ситуация будет стабильной и устойчивой. Разумно тратить? Разумно тратить, разумно принимать решения, да, с точки зрения расходования средств. Я не скажу, что будет легко, но, тем не менее, все решаемо. И все на позитиве? Все на позитиве. Огромное вам спасибо. Светлана Егоровна Жура, заместитель директора по научно-инновационной деятельности Высшей школы экономики управления и права Северно-Арктического федерального университета, была с утра в гостях. Спасибо еще раз. Бюджет будет сложным. Об этом говорят, конечно, на всех уровнях, от федерального до маленького поселения. В каждом муниципальном образовании нашего региона, будь то Новая, Земля или Архангельск, даже некогда города-доноры, например, Новодвинск и Коряжма, испытывают финансовые трудности. От этого никуда не деться, таковы реалии сегодняшнего времени. Но это вовсе не значит, что нужно сесть и сложить ручки. Необходимо грамотно расходовать то, что есть, смотреть на вещи реально. Каждый из нас так или иначе планирует свой бюджет. Мы сопоставляем доходы и расходы, потому что в наше время лучше жить на то, что мы можем получить реально, а не сооружать для себя воздушные замки из легких денег. От того и планы у нас всех самые разные. Мы готовимся покупать жилье. Наверное, если получится, то скрипку хорошую ребенку. Нет, к сожалению, не получается просто. А почему? Вы сами знаете, почему. То, что нам надо все есть. Правночка вот недавно родилась, ну вот для этого, что значит, надо вот ей подарить. Ну, немножко есть запачки. Нет, не откладываем. Живем одним днем. Что есть, то и есть. Планы есть. Вот смотрим, какие в банках будут ставки. Они еще очень низкие для пенсионеров. На старость, мало ли что. Те же зубы вставлять, и то пенсионеру сколько надо денег. Мне не получается копить, я сразу трачу. В основном на машину, на прочее. Не знаю, на дальнейшем, на квартиру. Коплю даже, как бы, ну, хочу дом свой. Нет, не делаю накоплений, потому что денег мало. Да, коплю деньги, когда-нибудь на что-нибудь потрачу. Да, коплю деньги, я коплю, например, на одежду. Мы делаем ребенку накопление для учебы в институте. Нет, зачем? Это все уже нажито. И еще. На этой неделе Дмитрий Медведев потребовал до 25 января 2017 года погасить все долги в стороне по зарплате. Соответствующее поручение дано всем министерствам России, а также главам регионам. Стоит заметить, что задолженность по зарплате в России на 1 ноября 3 миллиарда 79 миллионов рублей. Вот такие были 7 дней в регионе. Мы рассказали, конечно, не о всех событиях, но постарались показать объективную картину происходящего. Выводы делать вам. Наша точка зрения может не совпадать с вашей. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Будьте здоровы. В честь открытия нового магазина «Гастрономы Альбатрос» объявляют рыбную неделю. Треска 199 рублей, кальмары Навага 110, палтус 490 и кита 230 рублей за килограмм. Акция проходит с 1 по 11 декабря совместно с ООО «Ягры» и Архангельским траловым флотом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова